Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Ларисы Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. План работы и вектор развития. Губернатор Дмитрий Азаров выступил с ежегодным посланием к жителям региона и депутатам. Новая школа в Новой Самаре. Укладываются ли строители в график? Самарский Моресев. Сноубордист на протезе стал серебряным призером чемпионата России. Самым обсуждаемым событием недели стало послание губернатора Самарской области. Дмитрий Азаров обозначил основные тренды и возможности, которые государство дает для развития территории. Олег Зверев записал основные тезисы. Национальные проекты и послания президента страны задают основные направления. 2019 год стал успешным для Самарской области по многим направлениям. Но это не повод почивать на лаврах. Задачи на 2020 год еще более масштабные. Есть результаты. Уже в 2020 году регион получит гарантированно 35,5 миллиардов рублей. Вот такой еще прирост. И я уверен, что мы еще дополнительные средства в текущем году получим. Мы научились работать именно так, чтобы нам доверяли. Нам нужно подтвердить это доверие с новым составом правительства Российской Федерации. И это задача каждого министра. В центре внимания человек, его благополучие, демографическая политика государства – ничто иное, как поддержка семьи. В регионе сегодня действует 29 мер социальной помощи, на которые в прошлом году из бюджета было выделено более 7 миллиардов рублей. В 2020 будет на 2,5 миллиарда больше. Строятся новые школы и детские сады. Речь идет об увеличении рождаемости, а значит, уже совсем скоро нужны будут дополнительные места. Задач много. Необходимо привести в порядок школьные пищеблоки. Горячим питанием должны быть обеспечены все ученики младших классов. Кроме того, в школы должны поступать только качественные продукты от местных производителей. А чтобы жителям было проще ориентироваться в мире цен и скидок, глава региона предложил создать единую самарскую социальную карту. Коллеги, давайте объединим усилия и интересы региона, всех жителей региона, я уверен. Выпустим совместную единую самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее где, когда, в каких сетях, какие скидки есть и преимущества, которые можно получить. А нам для органов власти появляется возможность информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне. Чтобы через мобильное приложение по этой карточке человек мог бесплатно попасть и на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие. Предстоящий год будет богатым на события культурного направления. Это год юбилея Великой Победы. Забота о всех уровнях власти должна дойти до каждого ветерана. Планируется открытие новых больниц и объектов социальной инфраструктуры. Продолжится реализация нацпроекта формирования комфортной городской среды, ремонта и строительства дорог и сохранения исторического наследия Самары. Труд людей должен быть гарантирован и эффективен. В 2019 году на реализации нацпроекта производительность труда и поддержка занятости в Самарской области вовлечены уже 72 предприятия. В 2020 году продолжится реализация проекта. Здесь уже должно быть обеспечено участие 84 средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Кроме того, в 2020 году для симулирования увеличения инвестиций на приобретение и техническое переоружение основных производственных фондов предприятиям-участникам будет предусмотрено получение инвестиционного налогового вычета. Законопроект в Губернскую думу по этой теме я внесу уже сегодня. По темпам строительства жилья на душу населения Самарская область на треть опережает Москву. В полтора раза превыполнен план расселения ветхого и аварийного жилья. Решается и проблема долгостроев. Самарская область вошла в число регионов, где создан региональный фонд защиты обманутых дольщиков, благодаря чему получены более 600 миллионов рублей. Олег Зверев, Александр Шугаев, События. На минувшей неделе все школы области закрылись на карантин. Детей перевели на дистанционный режим обучения. Такие меры приняты, чтобы заболеваемость гриппом и ОРВИ не повышалась, как это происходит сейчас в соседних регионах. Количество заболевших гриппом по России резко увеличилось. Беспокоит людей и информация о китайском вирусе, но так ли он опасен, разбиралась Мария Левина. В 77-й школе уроки сегодня идут по расписанию, хотя по виду так сразу и не скажешь. Все готовы? Да. Все. Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами проводим урок с алгебры видеоконференции. Учитель алгебры Галина Костина – молодой педагог. В школу пришла 4 года назад. Для нее работать с цифровыми технологиями только в радость. Мне как учителю проще работать в таких условиях. Самоосвоение этой технологии не такое сложное. Здесь можно только один день посидеть, разобраться во всех возможностях, потому что возможностей очень много. Перейти на дистанционный формат обучения с этого понедельника вынуждены все школы области из-за карантина. Для 77-й школы такая работа с детьми посредством видеосвязи не новинка. Она была протестирована во время прошлогоднего карантина, который, кстати, тоже пришелся на февраль. Кроме того, все дети, которые учатся в субботу, занимаются здесь дистанционно. Наша задача, как учителей, не прерывать образовательный процесс, сделать его более познавательным и интересным. Поэтому неоценимую помощь здесь, конечно, играют дистанционные образовательные технологии. Занятия отменили по распоряжению областного министерства образования. Эпидемпорог по заболеваниям гриппом превышен в соседних областях. Чтобы исключить заражение в Самаре, перестраховались. К этому добавляется и паника из-за нового, быстро распространяющегося китайского вируса. Областной Роспотребнадзор выработал профилактические рекомендации. В частности, в местах общественного скопления, например, на вокзале, желательно использовать медицинские маски. На инициативу откликнулись далеко не все пассажиры. Почаще стараюсь как-то в общественных местах не находиться. Если нахожусь, то маски покупаю. Большинство же опасности не видят, считают ситуацию с заболеваниями сезонной. Маски не защищают. Маски должны носить больные. Соблюдать меры предосторожности стоит, но паниковать нельзя, уверены врачи. Прославившийся на весь мир коронавирус относит к обычным вирусным заболеваниям. Семейство коронавирусов включает 30 видов. До сегодняшнего дня для человека опасными были 4 вида. Они поражали в основном верхние дыхательные пути. Сегодня же весь мир заговорил о пятом виде. Но эксперты утверждают, что для человека он опасен не больше, чем обычный гриф. Не должно быть какой-то паники у населения среди тем, что мы не знаем, как это делать. Либо это заболевание, этот вирус вызывает повышенную летальность. Нет, все как обычно. Даже я бы сказал, что процент летальности от этого заболевания меньше, чем по статистике от обычных острых респираторных инфекций. У нас есть все средства и для диагностики, и для лечения таких пациентов, если они будут. Осложнение коронавирус может вызвать только в случае, если у человека есть хронические заболевания. Например, диабет. Если же человек ведет здоровый образ жизни и не жалуется на здоровье, переболев коронавирусом, он, что называется, не почувствует разницы. И тем не менее, в Самарской области решили перестраховаться. Прилетевших из азиатских стран пассажиров дважды проверяют с помощью тепловизора. Он измеряет температуру тела. В России китайский вирус пока выявлен у двух человек. Они помещены на двухнедельный карантин. Именно столько длится инкубационный период. До Самары зараза не добралась. Мария Левина, Николай Пифанов. События. Несколько квартир по адресу Балаковская, 18А в Самаре остались без газа. Причина – неисправный дымоход. Со своей проблемой жители обратились к властям и общественникам. Кто виноват и что делать, выясняла мэри Елчан. Жители пяти квартир дома по улице Балаковская, 18А бьют тревогу. У них нет газа. Его отключили из-за неисправного дымохода. Теперь им приходится спасаться электрическими плитами и водонагревателями. Здесь установлены двухтарифные счетчики. Поэтому, чтобы сэкономить, жители готовят ночью. В одной из квартир живет 90-летняя участница Великой Отечественной войны Анастасия Андреевна Румянцева. Она – труженик тыла. Семью у женщины нет. Сейчас за ветераном присматривают соцработники и знакомые. В первые дни я вообще растерялась. Не знаю, что мне. Ну, что без газа. Вода не согреть. Ни чай не согреть. У меня ни чайника еще не было. И плитки не было электрической. Обеспокоились состоянием ветерана городские власти. На время решения проблемы с газом Анастасию Андреевну отправят в санаторий. Там о женщине позаботятся и подлечат. Для нее уже подготовили отдельную комнату. Ну и, конечно, окажем материальную помощь, так как затраты на электричество возросли. И возместим все затраты, которые понесла Анастасия Андреевна за тот период, в который она живет без газа. Проблема – это не одного дня. Жители неоднократно обращались к газовикам и в управляющую компанию. Те, в свою очередь, чтобы оправдать свое бездействие, на протяжении нескольких месяцев твердили, что решить проблему пока невозможно. Газ перекрыли после того, как дымоход обследовала одна коммерческая организация, которую наняли в управляющей компании. СВГК сослались на эту организацию. Государственная жилищная инспекция не посчитала нужным выехать и сделать свои замеры, сделать свое обследование. И тоже сослалось. Очень удобно найти того, кто принял решение за них, и они отключили. Не как отремонтировать, а как отключить и сидеть, думать дальше. Дом 79-го года постройки. По словам коммунальщиков, дымоход изначально был бракованный. Исправить ситуацию составит немало труда. Для начала нужно заняться проектированием дымохода и вентиляционных каналов. Там есть сложности выведения дымохода и вент-канала через кровельное перекрытие, через плиты основания. Так как дымоход выходит на технический этаж, и сверху на него прикасаются несущие балки на этом дымоходе. Поэтому просто так сверлить или пробить отверстие и вывезти дымоход не имеется быть возможным. Приехала аварийная служба, вызывали жильцы, то есть отсутствует тяга. При отсутствии тяги газоиспрощая оборона должна быть отключена до момента восстановления тяги. То бишь, после того, как нам специализированной организацией будет представлены акты о пригодности к дальнейшей эксплуатации этих каналов, соответственно, только после этого мы пустим газ. Найти выход из сложившейся ситуации стало возможно только с привлечения властей и общественников. Глава советского района Самары Вадим Бородин рассказал жителям, что администрация уже обратилась в надзорные органы. Власти будут добиваться, чтобы жителям восстановили дымоход и включили газоснабжение. Мэри Елчан, Василий Колдашов, События. Собирают историю по крупицам. Письма и фото фронтовиков отправят в Московский мультимедийный музей при главном храме Вооруженных сил России. В Самарском доме офицеров открылся пункт оцифровки документов. С первыми его посетителями познакомилась наша съемочная группа. Вот вы теперь в базе данных Министерства обороны на портале Дорога памяти. Первым посетителем пункта оцифровки фото и писем военных лет в Доме офицеров стал герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. Он рассказывает, на войне было не до фотографий. Единственный снимок сороковых сделан уже после победы. Владимир Иванович служил танкистом и уверен, герои достойны вечной памяти. Участник войны признается, никогда не забудет свой экипаж. Из горящего танка удалось выбраться только ему. Главные победители в этой Великой Отечественной войне, кто первый день и последний день отдал за свою жизнь, за нашу победу, они главные победители в этой войне. Оцифровать фото пришел и участник войны Иван Васильевич Копалов. До сорок пятого года он работал в органах госбезопасности. Потом попал на Дальний Восток на войну с Японией. Ну сколько мне лет было? Ну считайте, я с 26-го года рождения, в сорок пятом году сколько? В 19-й год. Один парнишка имел какой-то фотоаппарат типа лейки. Ну и говорит, давайте я сфотографирую. Я говорю, давай. Вот. Сфотографировал. Прямо в радиостанции. Пункты приема фотографий открываются по проекту Министерства обороны «Дорога памяти». Это одно из поручений президента. После оцифровки все материалы передадут в мультимедийный музейный комплекс в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Цель проекта – сохранить память о фронтовиках для будущих поколений. В Самарской области уже собрано и оцифровано более 11 тысяч фотографий фронтовиков, а также более 350 тысяч выписок из личных дел и писем бойцов Красной Армии с полей сражений. Каждый из нас с вами может стать частью своей семьи, стать частью огромной истории Российской Федерации. Давайте это сделаем. Добавить информацию о своем родственнике в галерею «Дорога памяти» может любой желающий. Зоя Юльевна Трифонова пришла в пункт оцифровки, чтобы передать информацию сразу о трех родственниках – своем дедушке, маме и отце. Все они оказались на фронте, и для нее они настоящие герои. Для меня это очень животрепещущий вопрос такой. Это их жизнь, это их молодость. И как об этом не знать и не помнить? Обязательно надо это знать. Если у вас сохранилась информация о родственнике-участнике Великой Отечественной войны, вы также можете внести эти данные на сайт «Память народа». Специалисты Минобороны будут постепенно дополнять базу данных архивными материалами. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. Дольщики одного из самых известных самарских долгостроев на Димитрово-74А вновь напомнили о себе. История проблемного объекта началась 16 лет назад. За это время сменилось несколько застройщиков, но ни один себя не оправдал. Работы то возобновлялись, то останавливались. Обеспечить дофинансирование стройки пообещало областное министерство. Когда ждать финала этой истории, выясняла мэри Елчан. Люди, которые купили квартиры в этих многоэтажках, ждут новоселье уже 16-й год. Сейчас обманутые дольщики региона принимают непосредственное участие в спасении собственных недостроенных жилищ. Евгений Лернер в покупку квартиры вложил последние сбережения. Мужчине даже пришлось продать машину и пересесть на общественный транспорт. Говорит, свою часть сделки он выполнил. Собрал весь пакет документов, оплатил всю сумму за жилье. Это чистой воды аферная организация полностью вся. То есть вся деятельность ее построена на том, чтобы затягивать процесс строительства, выжимать как можно больше денег с дольщиков, субсидий с государством. Объект начинал устроить компанию «Единство». У нее не было ни четкого проекта, ни разрешения на строительство. Через два года после начала работ фирма остановила строительство. Дольщики быстро поняли, что рассчитывать нужно только на себя. Создали некоммерческое партнерство и наняли подрядчика, который должен был закончить работы. До середины прошлого года строительство продвигалось, но сегодня ситуация снова зашла в тупик по непонятной причине. О своей беде дольщики рассказали областным властям. В Министерстве строительства предложили достроить дом за счет региональных средств и с привлечением денег из фонда защиты прав участников долевого строительства. Но для этого все дольщики должны стать членами ассоциации, открыть специальный счет и погасить задолженности. Как орган исполнительной власти пообещали каждому гражданину, пострадавшему на данном объекте, с одной квартиры, обращаю ваше внимание, потому что это закон Самарской области, до спинансировать завершение строительства. Осложняет ситуацию и то, что нынешнему застройщику дольщики не доверяют и намерены его переизбрать, поскольку работы на объекте не ведутся. Застройщик оправдывается причиной в изменившемся плане действий, который сейчас согласовывается с областным министерством. Ассоциация не имеет сро, не имеет ресурсов для того, чтобы производить работу самостоятельно. У нас была определенная договоренность с мелкими подрядчиками, что они после Нового года выйдут на работу определенные и будут работать за квадратные метры. Но к этому моменту министерство предложило вот тот план, который оно предложило, и для того, чтобы не плодить дольщиков, юридических лиц, которым впоследствии нужно было доплачивать, они предложили пока эти договоренности отложить и действовать согласно того плана, который они предложили. Если застройщика не перезберут, он обещает продолжить возведение дома в начале марта. В противном случае ситуация снова затянется на неопределенный срок. Сейчас ситуация на контроле областного министерства. Для правительства Самарской области задача по решению вопроса обманутых дольщиков в числе приоритетных. По итогам работы 2019 года в регионе исключены из перечни проблемных 12 жилых домов и удовлетворены права свыше тысячи человек. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. Перепады температуры бесследно не проходят. Из-за гололеда МЧС в Самаре объявила желтый уровень опасности. Коммунальщики вооружились реагентами, но и жители не должны расслабляться. Мария Левина узнала, как встать на скользкий путь и не скользить. Улица Победы, раннее утро. Коммунальщики выходят на тропу войны с непогодой. За порядком здесь следит та же организация, что и ремонтировала дорогу. Такое обслуживание по контракту жизненного цикла в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продлится три года. Рабочие расчищают снег, посыпают пешеходные дорожки реагентами. Порядок наводят по всей Самаре в усиленном режиме. За минувшие сутки на дорогу города работали около 600 единиц спецтехники. Откачали почти 800 кубометров воды, потратили больше 200 тонн бионорда противогололедного порошка. Темпы работ не снизят и в ночь. Хорошо, что хоть что-то делают, конечно, чтобы не было наледи. Пусть посыпают, реагенты, конечно, чем падать на каждом шагу. На коммунальщиков, надеюсь, оно и сам не плашай. Чтобы избежать травм, важно правильно подобрать зимнюю обувь. Сапожник в седьмом поколении Егор Козырев раскрывает секреты, как сделать правильный выбор в магазине. Берем обувь, прижимаем ее к плиточке и видим тот эффект, что мы никуда не двигаемся, а она скользит по плитке. И берем резиновую подошву, видим, что я уезжаю. Популярные в интернете лайфхаки, например, наклеить на подошву пластырь, говорит обувной мастер, бесполезны. Зато эффективны так называемые ледоступы – антискользящие подошвы. Их надевают прямо на сапоги. Зима в этом году свой капризный характер менять ненамеренно. И чтобы не оказаться в травмпункте, к этим советам лучше прислушаться. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Еще одну школу построят в Самаре в этом году. Речь идет о поселке Мехзавод, где сейчас активно преображают микрорайон Новая Самара. Учебное заведение рассчитано на 1200 детей. На каком этапе сейчас строительство, выяснила наша съемочная группа. На стройплощадке школы в Новой Самаре все идет по плану. Рабочие трудятся в две смены. Возводить здание начали в августе прошлого года. Основной каркас уже готов, а завершить работы должны до конца года. Переходим к следующему этапу выполнения работ. Инженерная сеть. Сейчас активно наращиваем темпы по ведению работ по электроснабжению, электроосвещению, водопровод, канализация, отопление. И готовимся к сезонным работам. Новая трехэтажная школа сможет вместить до 1200 учеников. К строительству этого объекта особое внимание. Как подчеркнул в своем послании губернатор Дмитрий Азаров, в ближайшие годы регион ждет рост количества школьников, и мест должно хватить всем. Президент дал поручение об увеличении числа школ, строящихся в соответствии с национальным проектом образования. Дополнительных школ. Министерство образования уже готовит дополнительную заявку на участие в проекте. При этом важно учесть не только нынешнюю потребность, но и фактор демографических волн. Возможность переоборудования школ под детские сады и наоборот. Всего в этом году будут строить сразу три школы в поселке Мехзавод, в селе Тимофеевка Ставропольского района и на пятой просеке в Самаре. Также предстоит завершить работу и обеспечить ввод новой общеобразовательной школы в селе Приволжье. Лариса Шлафаст, События. Повесть о настоящем человеке. Сергей Новиков – первый самарский паросноубордист. Этой зимой он впервые встал на доску, мечтал об этом многие годы. Меньше чем через месяц появились первые результаты – сразу два серебра на Кубке России. Секрет успеха у спортсмена узнала Мария Левина. Он не летчик, но тоже летает на снежных склонах. Сергей Новиков стал инвалидом в 15 лет, но тот, кто хоть раз видел, как мастерский мужчина съезжает на борде с вершины горы, назвать его человеком с ограниченными возможностями не сможет. Сноуборд требует уверенного владения своим телом. С ним и здоровый человек не всегда сможет совладать. А Сергей Новиков освоил сноуборд всего за месяц. В начале января он впервые встал на доску и вот уже взял серебро на чемпионате России. На этих кадрах – вторая тренировка спортсмена. Инвалидность никогда не была преградой для Сергея. Он много лет занимался в тренажерном зале, даже работал тренером. И все эти годы с тоской наблюдал, как вся его семья катается на горных лыжах, оставаясь у подножия горы. Решение заняться сноубордом пришло внезапно. Теоретических знаний на тот момент у Сергея было достаточно. Адреналин, экстаз – вообще здорово. Я, с одной стороны, даже не ожидал, что у меня так получится. А потом, когда я анализировал, смотрел, у меня из-за того, что больше 30 лет на протезе хожу, судя по всему, выработалось достаточно хорошее чувство равновесия. И оно, получается, мне здесь очень сильно помогает. На Кубке России Сергей Новиков взял сразу два серебра. Состязания проходили по нескольким категориям. Саморский спортсмен боролся за победу в номинации для людей с ампутациями. Это самая сложная группа. В подготовке подошел ответственно. Занимался каждый вечер минимум по два часа с тренером. Сейчас Сергей говорит, пришел к главной победе своей жизни над самим собой. Мы все соревнуемся. Мы соревнуемся не с теми, кто ездит на горе, на соревнованиях вместе с нами. Мы соревнуемся с нашими двумя главными соперниками. Первый – это лень, и второй – это наши страхи. Если мы их победим, то мы выиграем. Следующие сборы у самарского парусного бордиста уже в марте. На этот раз он поедет в Ижевск. А пока Сергей Новиков уже успел покорить пользователей соцсетей. Они увидели ролики с его тренировками на горе и прозвали мужчину «самарским киборгом». Мария Левина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи.